О главных событиях к этому часу. В Казахстане экстремисты напали на оружейные магазины и воинскую часть. В Госдуме призвали ОБСЕ начать расследование случаев пыток на Украине. Петиция киевлян о запрете гей-парада собрала необходимое количество голосов. В воскресенье в трех районах города Ак-Табе на западе Казахстана произошла перестрелка. Неизвестные лица напали на два оружейных магазина и воинскую часть Национальной гвардии. По данным МВД Казахстана, в результате теракта погибли трое гражданских лиц и трое военных. Ранение получили 10 человек. Накануне вечером пресс-секретарь МВД Казахстана Алмаса Дубаев сообщил, что в результате антитеррористической операции четверо преступников ликвидированы, еще семь задержаны. Позднее пресс-служба ведомства уточнила, что в ходе ночных оперативно-поисковых мероприятий при задержании и оказании сопротивления сотрудникам полиции были ликвидированы еще пять преступников и двое задержаны. Председатель Сената парламента Республики Казахстан Касым Жамар Такаев назвал терактом серию нападений в Ак-Табе. Теракт в Ак-Табе в канун святого Араза, проявление крайнего цинизма и жестокости бандитов. «Принимаются самые жесткие меры для их наказания», – написал он в своем твиттере. Необходимо создать мониторинговую группу для расследования случаев незаконных арестов и пыток заключенных на Украине. Таким предложением к ОБСЕ обратились депутаты Госдумы Российской Федерации и ответственный секретарь президентского совета по правам человека Яна Лантратова. «Призываем вас рассмотреть вопрос создания отдельной мониторинговой группы с целью самостоятельного, тщательного, открытого и справедливого расследования всех случаев политически мотивированного преследования граждан Украины и иных стран на территории указанного государства с целью пресечь практику массовых незаконных арестов, пыток и других многочисленных нарушений прав и свобод граждан на Украине», – говорится в тексте письма, направленном у руководства ОБСЕ. Адресатами письма являются генсек ОБСЕ Ламберто Заньер, глава бюро ОБСЕ по правам человека Михаил Георглинг, а также представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович. «По нашим сведениям, количество незаконно удерживаемых граждан Украины и других государств в тайных тюрьмах СБУ превышает 100 человек, среди которых есть и граждане России», – говорится в обращении. К 5 июня петиция о запрете проведения ЛГБТ-парада в Киеве набрала 10 тысяч голосов и теперь должна быть рассмотрена городской властью. Гей-парады и любые другие массовые мероприятия ЛГБТ-активистов должны быть запрещены. Желание власти показать Киев как европейскую столицу понятно, однако стоит ли из-за этого пренебрегать интересами других? Ведь чтобы сделать Киев европейским, лучше начать с чистых улиц борьбы с незаконными застройками сохранения природы, чем с проведения цветных парадов, которые вызывают лишь провокации, избиения и аресты, – говорится в тексте петиции. Напомним, что ранее против проведения ЛГБТ-парада в Киеве выступили радикальные группировки ОУН и правый сектор. В связи с этим послы 13 стран обратились к украинским правоохранителям и чиновникам с просьбой обеспечить права представителей нетрадиционной сексуальной ориентации при проведении марша.